Здравствуйте! Сегодня ко мне придут очень важные гости, и я должна их очень вкусно и интересно накормить. Я знаю одно прекрасное блюдо испанской кухни, это дорадо в соли. Пойдем купим быстренько рыбку, и я знаю точно, что мои гости сегодня будут в восторге, потому что у этого блюда эффектная подача. Ну что, давайте выберем главную героиню нашей пьесы. Такая прекрасная дорада здесь, впрочем, как всегда. Давайте я научу вас ее правильно выбирать. Эта рыба приезжает сюда из Италии, и она здесь всегда свежая. Посмотрите, какая красавица, лежит тут во льдах, загорает. Вот эти глазки прозрачные, выпуклые, блестящие, говорят о том, что эта рыба свежая, очень важно обратить внимание на жабры. Они должны быть красные, без слизи, вот как эти. Это говорит о том, что рыба свежайшая. Дайте мне, пожалуйста, две вот такие вот крупные, по 500 граммов, как раз будет достаточно. Спасибо. Спасибо. Пойдемте купим фенхель. Здесь всегда свежайший, идеальный фенхель продают. Я хочу сегодня подать мою рыбку с фенхелем. Ух, какой красивый, свежайший. Вот этот покрупнее возьми. А вот эти нежные побеги я использую для презентации. Они очень похожи на укроп, но на самом деле выглядят гораздо более деликатно. Нам нужно 2 килограмма соли. Не пугайтесь. Эта соль нужна не для того, чтобы посолить эту рыбу, а для того, чтобы создать вот эту корочку. Именно эта корочка создает необходимую атмосферу, чтобы рыба была сочной, нежной и очень вкусной. Никогда не устану повторять, что специи – это самое важное в приготовлении блюд. Сейчас я возьму фенхель. Это семена фенхеля. Я купила непосредственно с Амли Клубни фенхеля для подгарнировки. А фенхель я добавлю в качестве приправы к самой рыбе. В животик рыбки я положу немного семена фенхеля, лимон и обволаку – это все в соли. Как готовить фанцы из соли для рыбы? Вам нужно взять всю эту соль, 2 килограмма, налить туда 150 граммов воды приблизительно обычной, можно комнатной температуры, либо прохладной, и сделать такое своеобразное тесто из соли. Это тесто должно обволакивать рыбу полностью. То есть нужно положить на противень сначала небольшое количество соли, сверху положить рыбку и сделать ей такой вот сугроб из соли. Запекаться она будет 30 минут приблизительно, может быть, чуть-чуть больше, если рыба крупная. В духовке при 200 градусах. Эту рыбу можно приготовить чуть-чуть заранее, когда будут подходить гости к вашему дому, они услышат этот запах и уже поймут, что их ждет что-то особенное. Я приехала и остановилась возле орехов не случайно. Я возьму миндаль и приготовлю сегодня фенхель с миндалем. Это очень вкусно, поверьте мне. Как правильно нарезать фенхель? Можно зачистить вот эту верхнюю часть и нарезать его пластинками вот так вот вдоль. Нижнюю часть можно немного зачистить, совсем чуть-чуть. Когда разогреется сковорода с маслом, немного оливкового, немного сливочного пополам нужно положить. Добавьте туда буквально пару веточек тимьяна, пару зубчиков чеснока. Дайте немного подогреться этим специями, только после этого кладите туда фенхель. Сделайте небольшой огонь, дайте ему протомиться какое-то время с одной стороны, переверните на другую сторону, накройте крышкой и подождите минут 5. После этого добавьте туда 100-150 мл белого столового вина и дайте еще минут 10 потомиться всей этой красоте. После этого фенхель можно подавать и поверьте, с дорадо это будет очень вкусно. И еще пару словопрезентаций. Для того, чтобы ваша рыба не получилась очень соленой, нужно правильно снять панцирь с соли. Вы берете этот панцирь, постучите по нему легонечко ножом тыльной его стороной. Когда он начнет трещать, вы эти кусочки соли снимаете с рыбы очень аккуратно и откладываете в сторону. Таким образом вы освободите нежное филе рыбы и не пересолите ее. Но это еще не все сюрпризы. Я сегодня костей принимаю на открытой террасе, поэтому вот этот панцирь из соли я полью спиртом и подожгу. Это будет такое фаер-шоу. Но, пожалуйста, не повторяйте это дома. Если вы можете себе позволить подать эту рыбу на открытом воздухе, тогда это можно делать. Дома же это делать небезопасно. Я спешу домой готовить обед для своих гостей. А с вами я прощаюсь. До новых встреч в метро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова